В балете и в ракетах, как известно, лучше всех, но люди очень хотят приличной чашки кофе, приличных штанов и приличной погоды. Очень важно разделять вкус и стиль какой-то и моду, потому что мода это некие популярные символы, которые показывают, что ты синхронен времени, а стиль, он показывает, что у тебя есть что-то еще. СМИ, мне кажется, крайне важны для людей, такой метод познания мира. И каждый раз, когда ты приезжаешь в какие-то зарубежные страны, ты смотришь, что люди пишут или о чем они говорят, как местные живут, потому что это довольно ценные и важные знания. И все журналы, газеты, сайты, они ровно этим занимаются, тем, что людей к миру привязывают. Так, что вообще я делаю? What the hell I'm doing? Мне было скучно. Ситуация была очень похожа на то, что сейчас происходит в такой социальной жизни Москвы, то есть ничего. Когда мы начинали, думали, сделаем небольшую штуку для друзей и займемся чем-то более серьезным, но так случилось, что Укатми нас захватил и захватила жена очень-очень долго, потому что мы ходили, знакомились с людьми на улицах. Любой прилично одетый человек почти гарантированно оказывался еще и интересным. Это еще до эпохи Топ-шопа и Зары и Чиндема здесь. Если посмотреть сейчас на Москву и на какие-то приличные заведения или проекты или, не знаю, книги, детские центры, это все сделано руками этих, не знаю, 500 человек, которые мы в первый год существования проекта отсняли. Мне здесь страшно нравится. Здесь интересно и не скучно никогда. В Москве есть все. Если стоило город тысячи деревень, то Москва город тысячи городов. Очень разный. Хороший, плохой, злой. Даже Гонконг можно найти. Нью-Йорк. Хипстер — это такая метатег людей, которые каким-то, возможно, определенным образом выглядят, но их никак не объединяют. То есть не могу сказать, что с гарантией 100% человек в узких штанах и в пластиковых очках будет читать наш сайт. В путешествиях по России видел хипстеров-гопников, которые будут, ну, совершенно неотличимы от сферического представителя, но вполне себе гопники. О, злой автомобиль. У меня периодически ощущение, что я живу в каком-то ситкоме. Если смех продлевает жизнь, то я думаю, что все люди, которые у нас работают, будут жить вечно, потому что только смеяться вообще решительно невозможно. Но при этом, мне кажется, это крайне помогает работе, потому что, ну, вообще, когда к себе слишком серьезно люди относятся, это глупо выглядит. А мы любим посмеяться над собой в том числе. Ну, как мы сейчас переделываем довольно сильно, и, ну, чтобы он как-то духу времени соответствовал, мы немножко увлеклись остальными проектами. А сейчас будет в ближайшее время совсем все по-другому, в сто раз интереснее, в сто раз современнее, и, мне кажется, люди будут от него больше удовольствия получать. Я очень надеюсь, что в будущем люди будут также удивляться вещам, как и сейчас, где научатся друг другу понимать больше, чем сейчас, и прощать больше, чем сейчас. Как-то так. Ко мне подходит такой хасид, говорит, ты что, интернетом занимаешься? Спрашивает, что он на меня. С чего вы взяли? Он говорит, а ты в модной тачке и в кедах. Она говорит, я тоже интернетом занимаюсь, но сегодня суббота позвони мне. Классный мужик оказался.